Давайте поговорим о таких базовых вещах как жизнь и смерть. В ГО они присутствуют и имеют очень большое значение. Потому что если ваши камни погибают, вы теряете ресурс, очки, все что угодно. Если ваши камни выживают, то они приносят вам доход. Но давайте разберемся с философией этого вопроса жизни и смерти в ГО. Нужно ли стремиться убивать чужие камни? Или же стоит спокойно строить свою стратегию? Ответы на этот вопрос даются очень легко. Появляется черный камень. И у него сразу 4 дыхания. Если мы решили пойти по пути убийства, нам нужно сразу же начать его окружать. Если черный хочет жить, он будет двигаться. У него увеличились дыхания. Их было 4, а стало 5. И чем больше мы будем пытаться его уничтожить, тем больше дыхания у него будет. И поймать его, как вы видите, на такой огромной доске невозможно. Просто не хватит сил, потому что ходы мы делаем по очереди. Но камни в ГО почему-то иногда умирают. И умирают они от удушья. Значит, для того, чтобы убить камень, нам нужна какая-то особая ситуация. Например, ситуация такова, что один черный камень оказался против троих белых. Эти белые отрезают ему путь в угол. Этот белый отрезает ему путь на сторону и в тот же угол. То есть этот черный камень уже практически находится в состоянии удушья. Хотя у него 4 дыхания. И белым сейчас стоит поставить камень вот сюда. Если черный проигнорирует это, то после вот такого хода данный камень погибает. Но вы же скажете, у него 4 дыхания, он живой. Да, живой, но идти ему некуда. Потому что у него здесь нет места. Один камень жить не может. Минимум для жизни, как мы обсуждали в прошлом уроке, это 2 глаза. Чтобы построить здесь такую конструкцию, нужно очень много ресурсов. Как минимум еще 7 камней. И белый ни в коем случае не даст этого сделать. Из этого мы делаем вывод, что данный камень погиб. Хотя дыхание у него еще есть. Вот такой вот интересный момент. Что в Го для того, чтобы играть, нужно уметь отличать живые проекты от мертвых проектов. Примеры из жизни. Ну то есть, когда вы, например... Есть миллионы вариантов, куда вложить свои деньги. И тут на каком-нибудь непонятном сайте вам вылезает реклама. Вложитесь в нашу кампанию под названием ООО Пирамида, не пирамида. И вы с радостью несете свои последние кровные заработанные деньги в эту кампанию. А потом, через месяц, очень сильно об этом жалеете. Пример. За примером далеко ходить не надо. Ну вот, недавно совсем в России прошла кампания Кэшбери. И миллионы россиян вложили свои деньги вот в это. В камень, который умер уже давно. Они повелись на имеющиеся 4 дыхания. Хотя проект был мертв еще с самого начала. Тот, кто видит вперед, такой ошибки никогда не допустит. А что будет ошибкой за черных? Добавлять и добавлять и добавлять сюда еще новые камни. То есть, вкладываться. Вкладываться в мертвый проект. Белый иногда будет добавлять здесь камни, чтобы... Ну... Все было хорошо. Теперь мы уже имеем 4. Мы уже вложили в мертвый проект 4 камня. У нас уже большие потери. И это все лишь от незнания. Живого и мертвого. Как отличить одно от другого? Этим вопросом вы будете озадачены всегда. На всем своем пути изучения ГО. Начиная от начального уровня до профессионального. Потому что жизнь и смерть присутствуют всегда и везде. От них никуда не уйти. Но как научиться с ними разбираться? Это хороший вопрос. Ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова